Я подготовлю три образца, перекрою каким-нибудь пастельным цветом, можно белым. На белых и пастельных цветах неоновые смотрятся намного выигрышнее. Я сделаю вот такое, слегка-слегка затонирую. Можно использовать такие вот нежные молочные цвета оттенков. Можно использовать слегка пигментированные базы. Я нанесу в один слой и отправлю в лампу. Палитра у меня вот такая есть. И есть неоновые цвета гель-лака. Я нанесу каждый на палитру понемножку. Вот так вот. Как же ярко смотрятся неоновые на белом. Поэтому я рекомендую использовать белый фон. Зеленый неоновый. Есть у меня еще и сиреневый, но мне не хочется. Хочется мне вот такие цвета. Подушечка, вот липкая подушечка для стемпинга. Я возьму вот так вот. Оп. Как красиво съезжается. Это я прям на остаточную липкость гель-лака вот такие ляпушки приклею. Можно в лампу ненадолго. Тоже как-нибудь. Вот так вот. Здесь, а здесь как? Здесь тоже как, как. Теперь возьму другой цвет какой-нибудь. Нужно подождать, чтобы разъехался рисунок, чтобы появились дырочки там всякие интересные. Тогда будет лучше. Интересно, чтобы получилось. Можно так кисточкой немножечко подправить. Да, желтый, конечно, он не очень прям такой яркий получается, но да ладно. Чуть-чуть в лампе прихватила, чтобы капельки не расплющились. Ешкин ты кот. Куда? Такой дефицит. Нет. Ничего не пропадет. Сюда придет. Оп, тут остаточная липкость. Вот так. А что нам выбрасывают, что ли? Нет. Все пригодится. Здесь еще немножко есть. Отпечатаю. Опа. Как красиво. Так круто эти брызги смотрятся, да? Вообще класс. Это еще зелененький. Тут, конечно, я намазала. Много еще пригодится где-нибудь. А жалко, столько капель. Надо намного меньше ставить капельку на палитру. Здесь вот так возьму тогда. Вот так возьму. Мась. 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 И вот так вот. Мась. Как классно получается. Сидишь вот это вот фигмой страдаешь, а как классно получается. Так прямой там мне нравится. Во. Вот так вот. Вот здесь можно так вот сделать. Вот здесь так уже сделать. Что нет? Пусть будет. О, красота. Это я, конечно, много тут наквасила, потому что, ну, типс у меня большой позволяет. А клиентам нужно намного меньше, намного меньше. Так, а теперь думаем, куда, куда. Можно так оставить, кстати. Вот, блин, уже неохота ничего добавлять этого зеленого, честно. Здесь вот так грязь получилась. Мне такое не нравится. Вот, чтобы грязь не получилась, значит, надо постараться не попадать на оранжевый. Здесь вот чуть-чуть попало. А, гулять так гулять. Пусть все три разные будут. Все это пилочкой можно излишки отпилить или отрезать ножничками. Можно вот это вот высушить в лампе. Я не знаю, конечно, кто это делает, кто это хранит, но это можно сделать, например, если не хотите выбрасывать, образцы сделать. То есть для дизайна какие-нибудь образцы. Вот это можно отправить в лампу, высушить. Все это можно откусить, отпилить, убрать. Нет, мне сюда блестяшек какой-то добавят. Чего нет-то? Как без блестяшек? Можно хлопиюки добавить? Чуть-чуть блестяшек-то можно. Тем более я сейчас буду перекрывать матовым топом, но пусть будет немного. Да? Вот так. Кое-где. Кому оно мешает? Ну нет. Вот, смотрите, как классно. Кое-где, чуть-чуть совсем. Здесь где-нибудь отпечатаю. Так вот, пусть будет и где-нибудь здесь. Мне часть вообще не нравится, надо ее золотом перекрыть. Во! Совсем другой калинкор. Ну, еще где-то. Или хватит, или где-то. Ну все. Точно хватит. Здесь у меня высохло, здесь вот это у меня высохло. И это теперь можно аккуратненько подхватить. Можно так и на бумажке оставить. Если, например, к вам придет клиентка, вы можете прям при ней это сковырнуть и использовать для работы. Да, тут попробую еще сковырнуть. Можно какой-нибудь кусочек так отщелкнуть. Вот так вот. И использовать для работы. Но я думаю, что не стоит это отрывать заранее, потому что оно все равно куда-то денется, влипнет, склеится. А здесь оно вот приклеено на этой палитре. Вы можете любой кусочек, какой вам нравится, взять, потянуть. И использовать в работе какой-нибудь. Смотрите, как красиво. Можно прям взять, отрезать сейчас, чтобы ведь кусочек не тянуть. Вот вам, пожалуйста, используйте в дизайне. Оно тоненькое, оно на базу очень прикольно ляжет, посмотрите. То есть у вас несколько вариантов. Либо со штампика переводить, либо вот здесь вот немножечко отскрепсти и использовать. Да, тут уже вариант. Выбирайте сами. Можно перекрыть. Можно оставить вообще так. Можно на любом этапе остановиться. Вот в любом случае можно остановиться, потому что это уже красиво. Не обязательно делать на всех ногтях. Можно сделать на парочку. Так, что мы сделаем? А, я добавлю вот такие слайдеры. Эти наклеечки я брала на Алиэкспресс. Сейчас, если ссылка не сгорела, то вы сможете ее найти у меня в соцсетях. Я обязательно все ссылки оставляю в Одноклассниках, ВКонтакте. Прикольные салфетки. У них вода не впитывается. Бобенка сейчас задавка, не долбанет об этот, выворачивала от нас вот так вот и шел в бордюр. Хорошо было бы. Бобенка ничего не полетела. Ну, это не наша бабенка? Нет. А бордюр наш? Бордюр тоже наш. Сотрудник. О, как красиво-то получается. Не сильно двигайте, чтобы не порвать, не поломать. Вот так вот. Разравниваю, выравниваю. Ладно, отправлю вам. Можно, конечно, перекрыть только ту часть, которую, где будет у меня декор, но, чтобы не было никаких ступенек, ничего. Я тоненько, прям тоненько-тоненько. Вот совсем тоненько. Значит, тоненько, это значит совсем тоненько. Тоненько наношу, излишки вытираю. Посмотрите, как круто здесь будет смотреться этот арбузик. Главное, понять. О, вот так вот. Может, я его вот так возьму? О, как классно, красота. Вообще, было бы тоже круто, если бы в глянце осталось, да? А что ты еще купил? Мяско выстрел. Мяско. Теперь можно выравнивающим слоем перекрыть топом, выравнивающим слоем. Довести до идеала. Чтобы было не вашим, не нашим, не матовое, не глянцевое, я нанесу глянцевый топ на палитру. Можно оставить так. Вот так тоже красиво. Как ни крути, так тоже красиво. А можно просто закрасить вот божью коровку глянцевым топом. И можно немножечко где-то еще добавить. Вот так вот. Вот так. Ну, тоже на ваше усмотрение. Ягодку слегка раскрашу. Если хотите, можно использовать 3D топ и добавить объема ягодки или божьей коровки, капельки добавить. Арбузик точно надо сделать глянцевым. И что-то получилось свежо, сочно, нарядно. Пойдет. Как вам нравится в матовом или в глянцевом. Жду ваши комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok